СБУ обеспечит все меры безопасности для предотвращения любых провокаций 9 мая. Заявил советник главы службы безопасности Украины Юрий Тандит и подчеркнул, в рамках гибридной войны используют все поводы, в том числе и День Победы. На 9 мая в Киеве анонсирована акция «Бессмертный полк». Также запланирован марш под названием «Никто не забыт, ничто не забыто». Участники пройдут к парку вечной славы с портретами своих родственников-ветеранов Второй мировой войны. Провокации не допустят. Национальная полиция и нацгвардия будут жестко реагировать на антиукраинскую символику. Также силовики пресекут любые заявления против Украины во время проведения массовых мероприятий в Дни Памяти. Заявил министр внутренних дел Арсен Аваков и заверил, полицейские получили четкие инструкции и не допустят дестабилизации ситуации в стране. Ранее полиция Харькова предупредила, за ношение георгиевских ленточек 9 мая будут задерживать. 63 обстрела и 5 раненых бойцов в штабе подытожили очередные сутки на фронте. Оживились боевики на Луганском направлении. Там минометным огнем накрыли украинские опорные пункты в районе Донца. Это дачный поселок возле станицы Луганской. На Донецком рубеже обстановка напряженная по всей линии фронта. Пророссийские наемники применили тяжелое вооружение на Светлодарской дуге, под Горловкой и Авдеевкой. В направлении Мариуполя обострение в Маринском районе. Там боевики неоднократно использовали бронетехнику и минометы. На юге ситуация по-прежнему напряженная. Днем и ночью боевики активно нарушают режим тишины, преимущественно из легкого вооружения. С 16 и до 20 часов ненаметный огонь вели по Павлополю и Водяному, а по Гнутово – артиллерийский. Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 34 вражеских обстрела, в том числе 7 из тяжелого вооружения. 9 мая в Авдеевку планируют подать свет. Об этом сообщает Министерство по вопросам временно оккупированных территорий. Электричество будет поступать по новой линии электропередач. Ее ведут в эксплуатацию во вторник. 2 мая Авдеевку и Донецкую фильтровальную станцию обстреляли боевики. Тем самым в который раз оставили населенный пункт без света и воды. Годовщина болотная. Пять лет спустя самой массовой акции протеста против российского правительства и Владимира Путина. Активисты и оппозиционеры снова вышли на митинг. Отмечу, само шествие санкционировали московские власти. Место проведения акции было окружено временным металлическим ограждением. Людей пропускали только после досмотра полиции. Участники требовали освободить политзаключенных, защитить права людей и прекратить репрессии. Также бывший узник Ильдар Дадин призвал прекратить враждебные действия в Украине. Напомню, 6 мая 2012 года, накануне третьей инаугурации Путина, на Болотной площади в Москве прошли акции протеста, после которых начались массовые беспорядки. В дальнейшем несколько десятков россиян, участвовавших в митингах, получили реальные сроки заключения. Москва отказывается выполнять решения Совета Европы по Крыму. Российский МИД официально заявляет, оно ничтожно и к ним не имеет никакого отношения. Напомню, 3 мая руководящий орган Совета Европы, комитет министров в Страсбурге, выдвинул ряд требований Кремлю. В частности, отменить запрет Меджелиса, разрешить лидерам организации въезд в аннексированный Крым и прекратить нарушать права человека. Реакция Москвы не стала неожиданностью, заявил лидер крымско-татарского народа Мустафа Джамилев. По его словам, Россия традиционно игнорирует международные обязательства. В то же время Джамилев заверил, крымский вопрос и дальше будет подниматься в различных организациях. Если бы то государство, которое называется Российской Федерацией, было бы цивилизованным государством, которое соблюдает международные нормы, то не было бы вообще ни оккупации, ни было бы войны с Украиной, ни было бы наших жертв, около 10 тысяч, ни было бы разрушений на сотни миллиардов долларов. И уже российская сторона заявила, что не будет выполнять, потому что, оказывается, все неправильно, потому что там крымские татары все хорошо живут. А Меджиз – это экстремистская террористическая организация. И все. Но, бесспорно то, что это решение, образно выражаясь, является весомым вкладом в копилку для оккупации Крыма. У крымских татар сегодня национальный праздник. Хидрелес – один из самых больших у тюркских народов. Гулянием уже готовятся в аннексированном Крыму. Для видимости массовости оккупационные власти свозят школьников, югослужащих автобусами, к местам, где проводятся мероприятия. И тем самым Россия хочет показать, что выполняет решение суда ООН, отметил глава Меджилиса Арифат Чубаров. Он призывает игнорировать проводимый российскими оккупантами Хидрелес, который проходит на 25-м километре трассы Симферополь-Бахчисарай. Курортный сбор за поездки в Крым. Оккупационные власти полуострова смогут взымать с туристов дополнительно по два доллара. Правда, идеей должна одобрить Госдума. К так называемым операторам курортного сбора причислили гостиницы, санатории и частников, которые сдают жилье. Всех уже внесли в специальную базу. Отчитываться за курортный сбор будут местные власти. Из Украины в первые дни мая желающих попасть в Крым немного. По статистике Госпогранслужбы пассажиропоток снизился на 60%, транспортный на 62%. Всего за майские праздники админграницу с полуостровом пересекли меньше 10 тысяч человек. Эта тенденция сохраняется. Киевский дорец спорта захватили роботы. В столице прошел 9-й всеукраинский фестиваль робототехники. Со всей Украины съехались около 300 команд, а это почти 2000 детей. О мастерстве юных инженеров расскажет Любовь Задорожная. Вся огромная арена дворца спорта заполнена роботами и детьми. Участники фестиваля съехались со всей Украины, дабы показать мастерство управления чудом современной инженерии. На сегодняшнем фестивале зарегистрировались около 2000 участников. Это 300 команд. Дети приехали со всей Украины. Представлены около 20 городов. Событие серьезное и важное, ведь здесь проходит национальный отбор на Всемирную Олимпиаду робототехники, которая в этом году пройдет в Коста-Рике. Суть в том, что каждый робот должен выполнить определенную функцию. То есть перед участниками стоят отдельные стратегии, что должен сделать робот в той или иной миссии. Для того, чтобы робот выполнил миссию, нужно правильно его запрограммировать. Мне нужно сделать так, чтобы робот проехал по полю. На нем есть зоны посетителей и ученых. Там стоят животные. Нужно переместить животных в зоны джунглей и моря. На первый взгляд ничего не понятно, но потом судья объясняет. Это история – легенда турнира, а это то самое условное поле, по которому должен проехать робот. Красные кубики, которые представляют ученых, по легенде высаживаются для исследования животных. Синие – просто посетители, которые наблюдают. Животные время от времени покидают свои зоны, и робот должен их вернуть. Каждое возвращенное животное дает 10 баллов, а доставленный посетитель или ученый – 15. А рядом со сражением за место во Всемирной Олимпиаде проходит еще одно – по строительству городов из Лего. Правда, здесь призы получат абсолютно все. Ведь участники еще слишком юные для серьезной борьбы. Например, этим маленьким принцессам всего по шесть. Да, это мои подружки. Совместными силами они построили огромный цветущий Токио. Рядом, песнями и танцами, гостей встречает Иерусалим. Иерусалим! 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 Все маленькие архитекторы – детсадовцы, от трех до шести. Они представили 20 столиц мира. На строительство каждой ушло по несколько месяцев. Задание этого проекта – не просто построить столицу, а выучить культуру страны, ее кухню, традиции и обычаи. Также мы хотели помочь развить у детей креативное мышление, научить общаться друг с другом и работать в команде. В общем, фестиваль получился для любого детского возраста и умения. В Киеве такое событие уже девятое по счету, так что в следующем году будет отмечать юбилей. А значит, ожидается еще больше квадратных метров интерактива, роботов и детских изобретений. Любовь Задорожная, Тимофей Сорокин, UATV. Спасибо, что остаетесь с нами. Команда YouTube продолжает следить за развитием событий. Также присоединяйтесь к нам в Facebook и на YouTube-канале. Увидимся! Субтитры создавал DimaTorzok